Оперативниками отделов по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ОМВД при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность вебкам студии, распространяющей порнографические материалы. Как установили полицейские, трое жителей Твери, среди которых два 27-летних молодых человека и 21-летняя девушка, создали точку по производству запрещенного контента. Студия размещалась в нескольких арендованных квартирах на территории Твери и была оснащена необходимой электронной техникой. Оперативники установили адреса, где круглосуточно осуществлялась видеозапись порнографического контента и его интернет-трансляция для зарубежной зрительской аудитории. В подпольной студии трудились как минимум четыре модели, одна из которых выполняла функции администратора и занималась поиском новых девушек. В ходе обысковых мероприятий в местах расположения студии, а также по местам жительства фигурантов, полицейские обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные устройства, световое оборудование, видеокамеры, штативы, декорации, парики, банковские карты, а также записные книжки с информацией, имеющей значение по уголовному делу. В настоящее время следователям следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 Уголовного кодекса Российской Федерации. Заволжский районный суд города Твери удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении троих организаторов порно-студии меру пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области задержали 23-летнего жителя Твери, подозреваемого в распространении наркотиков. У задержанного обнаружено 8 свертков запрещенным веществом мимфедрон. Решив заработать, злоумышленник забрал оптовую партию, которую планировал сбыть на территории города, но не успел, был задержан. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по статье предусматривает до 20 лет лишения свободы. В отношении фигуранта избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. На Старицком шоссе легковой автомобиль БМВ столкнулся с КамАЗом. После удара большегруз вылетел в кювет, а легковушку отбросило на противоположную обочину. В аварии погиб 32-летний водитель иномарки. По предварительным данным он совершал обгон и выехал навстречу, где и произошло столкновение. На место аварии выезжала бригада скорой и спасатели. Продолжение следует...